всем привет меня зовут владимир мельников я снимаю видео для своего канала на ю тубе частности про устройство авто сегодняшняя тема газораспределительный механизм но прежде чем начать основной часть данного видео как всегда напомню вам чтобы не забывали подписываться на мой канал на канал моего друга на свалке истории автор зовут григорий белоусов также забывайте пожалуйста писать комментарии если есть у кого-то какие-то замечания или может предложение также не забывайте пожалуйста ставить лайки чтобы я знал оценку своей работы также пожалуйста добавлять ко мне различные соцсети я этому очень рад дальше обращайте внимание на подсказки которые периодически всплывают начале середине конце данного видео и поставить пожалуйста колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео ну что ж теперь можем перейти к основной часть данное видео но о чем мы собственно будем раз говорить об устройстве газораспределивания механизма он же грм простонародье просто головка башка кому как удобно также поговорим оба что же лучше вернее подведем в конце итоги что же лучше 8 клапанный или 16 клапанный так ну что ж начнем с азов а именно с назначение и типы газораспределительного механизма газораспределительного механизма он же грм предназначен для впуска рабочей смеси или воздуха если это дизель в цилиндры двигателя и выпуска отработавших газах в зависимости от расположения клапанов грм бывает с верхним и нижним расположений клапанов на двигателях наиболее часто встречается все-таки использование верхнее расположение клапанов и вот собственно как они выглядят на изображении дальше устройство механизма грм все детали грм в зависимость от назначений можно разделить на три группы группа а производные детали к ним относятся приводные шестерни звездочки зубчатые шкивы цепь зубчатый ремень распредвал да а вот хотелось бы заострить внимание есть грм на основе приводы деталь на основе цепи есть на основе ремня вот что хотелось бы сказать об этом если вы начинающий водитель вам все-таки лучше взять приводные детали на основе ремня если вы же чуть-чуть опытный водитель ну скажем так средний опыт то я думаю вам можно и цепную но но я лично сам предпочитаю все-таки ременную потому что в случае поломки у вас порвет ремень а если цепь то у вас все перемолит в труху и уже восстановить мало что будет возможно то есть опять таки из самых простых элементарных соображений я вам рекомендую все-таки придерживаться ременной передачи группа b это передающие детали передает усилие от кулачков распределительного вала или просто распредвала на стержень клапана к ним относятся толкателем что собственно изображено на втором изображении и прямо на этой картинке хорошо показано толкатели штанги коромысла и последний это регулировочный винт с гайкой но вот возвращаясь к 1 к первому изображению я не договорил мысль то есть кулачок делает оборот надавливает на получается на толкатель и клапан свою очередь открывается далее группа b это клапанный механизм сюда входит впускной и выпускной клапан что собственно изображено на данном изображении дали это направляющая втулка маслоотражательный колпачок опорная шайба пружин одна или две пружины тарелка пружин и два сухаря вот собственно что я хотел сегодня рассказать в данном видео прошу внимание заострить внимание на данное видео потому что в будущем особенно когда я буду рассказать про авто тюнинг мы к этой теме вернемся ну и что хотелось бы еще сказать да вот говорят то что 16 клапаны лучше мощнее и скоростнее но опять таки смотря в каких условиях то есть я хочу сказать то что 16 клапанный двигатель может поскоростнее будет но он не универсальный а именно например в городе я считаю лучше все таки на 8 клапаном двигатель ездить и двигатель где-нибудь 1516 то есть по городу он кушает где-то 10 литров на 100 километров а по сказать за городом то есть по трассе где-то 7 я точно цифры не помню где-то приблизительно где-то говорят 8 где-то 6 но я беру среднее число это где-то 7 вот что еще хотелось бы сказать то что восьмиклапанный двигатель все-таки проще в техническом обслуживании то есть если вы как бы самостоятельный человек вы можете зайти в интернет и найти информацию ту которую вам надо и самостоятельно произвести ремонт или техническое обслуживание в отличие от 16 клапанного вот собственно отталкиваясь от самых простых очевидных вещей я сам так ездил и рекомендую вам ну на этом все что я хотел сказать позволю напомнить чтобы не забывали подписываться на мой канал и на канал моего друга на свалки истории также пишите комментарии чтобы я знал в каком направлении мне двигаться и развиваться по данному контенту в целом также не забывайте ставить лайки добавляться ко мне в различные соцсети я лично буду очень рад также обращайте внимание на подсказки которые периодически всплывают начале средине конце данного видео и поставить пожалуйста колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео но на этом все все спасибо и до новых встреч